Приветствую вас. Первое хочу сказать вам так. Во-первых, сравнивать девушку с кем-либо не нужно. То есть говорить, что нас самое красивое не нужно. Потому что самое красивое это подсознательно все-таки идет сравнение с другими людьми, а это не нужно этого. Это первое. Второе. Вы очень много говорите о том, кто вы для нее. То есть вам важно понять, кто вы для нее. И таким образом речь идет не о том, что вы в нее влюблены и что вы хотите для нее что-то сделать, например. А речь идет о том, что кем вы хотите быть для нее. Кем вам, например, хочется для нее быть. Вот о чем идет речь здесь. И на мой взгляд ситуация это очень тревожная. Потому что нет абсолютно ничего хорошего в том, что вы хотите с ней быть для того, чтобы кем-то быть для нее. То есть когда вы говорите, что я хочу для нее кем-то быть, когда вы говорите, что мне хочется для нее, кто я для нее, для вас это важно. Вы здесь, к сожалению, поступаетесь действительно эгоистично и по сути, ну по сути вы используете девушку, да, для того, чтобы самоотвердиться. Вот. А это все-таки неприемлемо. То есть неприемлемо как бы стремиться быть кем-то для нее. Тут вы пытаетесь себе доказать, что вы мужчина и пытаетесь самого себя, даже, ну убедить, что вы хороший. Что вы мужчина. Вот. Это еще раз повторю неприемлемо. Дальше. Следующий момент. Ваши отношения сейчас идут в хорошую сторону, в хорошее русло в том смысле, что вы ничего не испортили. Вы интуитивно сделали все правильно. Вот. В том смысле, что да, следить за ней была ошибка. Ну, следить за ней, конечно, было неправильно, но как вы вот повели себя в этой ситуации, признались ей в своих чувствах, это интуитивно вы поступили хорошо. Вот. Поэтому сейчас ваше отношение движется скорее по нарастающей, нежели чем по на спадающей. Вот. И я не думаю, я не думаю, что вы сейчас реально что-то испортили. Вот. Вот именно сейчас я не думаю, что на данный момент есть что-то, что вы испортили. Скорее, наоборот, да. Скорее, пока все идет хорошо, все идет понарастающе. Вот. Значит, основная проблема ваша в том, что вы слишком много, на мой взгляд, возлагаете надежд, каких-то надежд и ожиданий на девушку, то есть она слишком много для вас значит, то есть слишком много зависит от её действий в вашем контексте, понимаете? Вот это, пожалуй, неприемлемо, просто слишком много от неё зависит для вас, вот, и мне, думается, что неплохо было бы, если бы вы разгрузили немного свою мотивацию с ней быть, да, то есть не хотите чувствовать себя мужчины, вы ничего по факту не хотите делать для самого себя, вот, у вас пропадает всякое желание что-либо делать, когда, там, заходит речь о родстве и прочее, 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 то есть нельзя сейчас от девочки отстраняться, но и параллельно работать над собой тоже можно, вот. Также, если честно, я не очень понял насчёт признания в чувствах, то есть вы говорите, что вы по переписке ей в чувствах признались, вот, но если вы признались по переписке и в чувствах, то о каком признании тогда вы говорите в конце своего текста, что это, как бы, за признание тогда, вот. То есть тут вот для меня, скорее, непонятно, чем понятно, вот. Далее, над чем вам работать над собой, я думаю, лучше решить после индивидуальной беседы с вами, вот, потому что неизвестно, что является у вас первопричиной, то есть понятно, что причиной является негативный опыт в детстве и отношение с родителями, вот, но я думаю, что поскольку ваша картина представляется мне достаточно конгломерантной, то есть у вас конгломерат определённый, да, совокупность некоторых проблем, то нужно делегатно обосновлять вообще какие есть проблемы объективно, вот. То есть не то, как вы говорите, не то, что вы говорите, а то есть есть на самом деле какие проблемы. И уже решать, как, что решать и в чём у нас с собой работать. То есть это вот нельзя так вот просто прочитать тогда и сказать, что вот, что вам нужно делать надо, вот. То есть, как бы, ориентир Дмитрий вам не поможет. Вам поможет именно работа с психологом. Дальше, значит, что ещё хотел вам сказать, да, по поводу, значит, так, того, что вот, вы пишете, значит, что она всё делает прекрасно, везде развивается, у неё куча интересов, а что у меня? Правильно, что у вас нет, у вас нет интересов. Всё верно. Всё правильно. Всё так, у вас нет интересов. Соответственно, нужно, чтобы интересы эти у вас были. Вот и всё. То есть вам нужно начинать что-то делать, грубо говоря, для себя. Понимаете? Вам нужно сейчас начинать делать что-то для себя. И всё. И всё тогда будет у вас нормально. Девушка-девушка-то живёт для себя, а вы живёте для неё, вы не живёте для себя. Вы растворяетесь в ней. Поэтому, если говорить про ориентиры чисто, вот которые, ну, которые вам, для вас выполнены, вот, то, значит, интересы свои выделите. Именно вот интересы, именно интересы, вот, необходимо выделить вам. вас, чтобы вы занимались ими, чисто, там, к примеру, ради себя и для себя, только, только для себя. Ага. Вот. А, далее, значит, так, что вы пишете. Одна работа, английский язык и неумело играем на фортепиано. Так, развивается, расширяется, что вам никто не мешает. Ага. Дальше, значит, в следующий раз начинаются комплекс стеснительных непринятия себя. Второе, что, наверное, нужно сделать, это принятие себя, безусловно. Вот. И, сами сделать в этом не сможет. Только, только с психологом, сам, если у вас будет привычная модель мышления, у вас будет привычная модель, ну, привычные защитные механизмы будут. Вот. Так что, здесь вам нужно, вот, полностью допринять. Второе, наверное, следующее, это личные границы. Это личные границы. То есть, необходимо четко отделить себя от нее. И определить, где, где и за что отвечаете вы, где и за что отвечает она. Вот. Потому что, ну, вот, сейчас, то, что вы пишите, у вас просто, вот, прям, на стремление, прям, личные границы уничтожить. Между вами. А они должны быть. Вот. А, еще, можно вам порекомендовать над своим мышским поведением работать. Это просто, какой вы мужчина. Вот. Вот, в принципе, так. Я думаю. Это вот то, что вам можно рассказать. А, знаете, вы, как бы вам так помягче выразить. Вы склонны к эпопаже, может быть, вот, как мне видится. Потому что, вот эта вот ваша история, что вы, ну, пишите, пишите, что, типа, пишу в последний раз, больше писать не буду. Вот. То есть, ну, это очень, ну, это не серьезно звучит. Это, к сожалению, это звучит очень не серьезно. Именно, вот, просто в силу того, что у вас может появиться потребность, вот, в том, чтобы еще обратиться к нам. А вы что, вы хотите сказать, что вы этого не сделаете? Да. Ну, это же не серьезно. Вот эта вот бодренность во внимании ваша, она, на мой взгляд, нуждается в корректировании. Вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Сейчас посмотрю, ничего не забыл. А-а-а, так. Вы спрашиваете, как она, э-э-э, ко мне относится. Вам, вот, вас, знаете, не должно волновать, как она вам относится. Вот, знаете, вот, а не она к вам. Потому что, как она относится, это не важно. Как вы относитесь, это важно. Вот. Потому что, когда вы относитесь, вы ориентируетесь на себя и исходите из того, как, э-э-э, из того исходите, как вы относитесь. А когда ориентируетесь на нее, вы становитесь зависимыми от нее. А это неприемлемо. Вот. Вот. Вот, наверное, так, в принципе, можно вам ответить здесь. А-а-а, с чего мне начать? Да, собственно, с того, что вам не хватает, вот, э-э-э, с того, что я сказал, можно начать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А-а-а, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в личку, я буду рад помочь. А-а-а, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Субтитры-пока.